Good day, mates! Это Анна Шенцева и рубрика о том, как весело из песни работать на платформе Вимбокс, главном инструменте учителей в школе Skyeng. Сегодня я покажу вам, как проходит реальный урок с реальным учеником. Так что запасайтесь чаем, мы начинаем! Для того, чтобы начать урок, можно просто кликнуть на ученика в расписании и ниже выбрать подходящее занятие. Очень удобно, что платформа показывает, сколько вы уже прошли и на каком уроке остановились в прошлый раз. Я заранее просматриваю материалы, чтобы быть во всеоружии. Для этого нужно нажать на значок «Глаза» вот здесь. Откроется урок в тестовом режиме, ученику он доступен еще не будет. А вот когда вы готовы стартовать уже со студентом, нажимаете сюда. И ученику автоматически приходит приглашение присоединиться к уроку. Если есть какие-то технические неполадки, ему можно выслать ссылку. Она указана вверху экрана. Главное, ничего не перепутать и прислать ее нужному ученику. Один раз у меня у студента были какие-то проблемы с автоматическим заходом на платформу. Ну, я копирую ссылку, отправляю ему, а он говорит, что ничего не приходит. А у меня уже высвечивает, что ученик на платформе. Оказалось, что я перепутала ученика, отправила ссылку другому студенту, с которым у меня занятие было на час позже. А он подумал, что он что-то перепутал. Зашел на платформу, весь лохматый, испуганный, сонный. В общем, в итоге мы, конечно, разобрались, но теперь я внимательно смотрю, что я кому присылаю. Так как же узнать, что ученик уже онлайн? На самом деле, когда он заходит на платформу, вы слышите вот такой звук. Очень удобно, когда студент опаздывает и вы занимаетесь своими делами, пока его ждете. Каждый урок мы начинаем с так называемой светской болтовни. Спросите студента о том, как прошел его день, что хорошего произошло за эту неделю или о его планах на выходные. На английском, конечно. Это помогает настроиться на другой язык и включает ученика в учебный процесс. А после можно вспомнить пройденный материал. Например, попросить составить предложение со словами. И потом уже приступать к теме нового занятия. А чтобы подбадривать ученика уже во время урока, можно отправлять ему вот такие стикеры. Обычно все начинают улыбаться после этого. За пять минут до конца урока откройте слайд Results. Вспомните пройденное и спросите студента, что ему понравилось больше всего на уроке. После того, как кликните на кнопочку Finish, вы также сможете отправить студенту комплимент. Ну, давайте выберем вот этот значок. Сегодня мой ученик был очень внимательным и сделал совсем мало ошибок. Кстати, а вы сами хотите получить призы за выдающиеся педагогические успехи? Тогда напоминаю, что у вас сейчас буквально последний шанс поучаствовать в Олимпиаде от SkyTeach и Cambridge Assessment English. Участие для всех бесплатное, а главные призы – поездки на Мальту и в Дублин. Ох, я бы там разгулялась. В следующем выпуске этой рубрики я расскажу более подробно о том, какие упражнения есть на платформе для того, чтобы увеличивать словарный запас ученика. Чтобы его не пропустить, подписывайтесь на наш YouTube-канал SkyTeach, ставьте колокольчик. И совсем скоро мы с вами увидимся снова. На канале, кстати, еще много чего полезного. В ближайшем выпуске рубрики HandyHacks, например, моя коллега Настя расскажет о том, как морально подготовиться к ЕГЭ. Вот вы же уже готовитесь к нему, да? That is all I wanted to say. Keep calm and watch SkyTeach. See ya!